Всем привет, ты на канале Романов, тут все о такси. Прошел месяц сентябрь и пора подвести итоги. Каждый месяц я подвожу итоги и выбираю топ-3 лучших водителя за месяц по заработку. А если ты еще не подключен ко мне в парк Романов, подключайся, ссылочка будет в описании. Выгодные условия, постоянная поддержка, кучу лайфхаков, общий чат таксишный. А также, если тебе нужна машинка для работы в такси, новые джили-кул-рейпо, по выгодной цене, полный комплект документов, ОСАГО для такси, лицензия, все-все-все, брендирование, максимальный приоритет. Мы начнем с третьего места. Третье место у нас занял Денис. Денис работает в тарифе Комфорт на Киа Церата. Кстати, хочу напомнить, что я сделал вот такую табличку, которая будет полезна для вас. В конце ролика вы увидите полную статистику, можете сравнить тариф Комплюс, Комфорт, и понять, как ты зарабатываешь вообще, есть ли смысл покупать машину тарифа К-Плюс. Полезная информация. Или же работать в Комфорте. Третье место у нас занял Денис. Денис работает в тарифе Комфорт, и постоянно он возит детский тариф. То есть у него, по сути, два активных тарифа, это Комфорт и детский. Сразу скажу, что в этой диспетчерской сумма некорректно отображается, конечная, поэтому я ее вынес просто в отдельную табличку. У него получилось 258 942 рубля. Нет слов. И это очень неплохо для сентября. Ну а сейчас ты подумаешь, что он работал без выходных, не влазя, жил в машине, срал, ел, все в машине, но это не так. Сейчас я тебе покажу. У нас есть такая замечательная статистика, где мы можем видеть, сколько часов на линии проработал водитель, и в какие дни он работал. Вот давай смотри, он работал 3-го он числа отдыхал, 19-го, 20-го, 21-го, 22-го отдыхал, 28-го, 29-го, 30-го. То есть он отдыхал около 7 дней полноценных. И за остальные дни он заработал вот такую сумму. Также мы видим, что он выполнил 447 заказов. И также внесем ее в табличку от 447 заказов. 579 рублей за стоимость среднего заказа. И я тебе хочу сказать, что не сильно отличается от стоимости среднего заказа летом. Ты можешь, конечно, сказать, что у него лютый приоритет, но приоритет у него всего лишь 15 баллов. И я тебе скажу, что это такой себе обычный средний приоритет. У некоторых водителей по 28 баллов приоритета. Проехал также, мы смотрим, у него пробег 4207 километров. И это надо понимать, что только на заказах. Также мы внесем табличку все и посчитаем. У Дениса получилось 225 часов работы. Средний часовой у него получилось 1150 рублей час. Для тарифа комфорт. А вы говорите, нельзя заработать тарифи комфорт. А второе место у нас занял Александр. И он тоже работает на Кио Царата. Александр заработал чуть-чуть больше 259042 рубля. Вот прям чуточку больше, чем Денис. На линии он был 205 часов. И это меньше на 20 часов практически, чем Денис. А заработал больше. Я думаю, здесь все просто. Александр выходил утром в час пик. И, наверное, в вечерние час пики тоже ловил. Поэтому так можно объяснить. Но остальные показатели не сильно отличаются. Давайте посмотрим в табличку. И отдыхал он также много. 4-го числа, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го. То есть он практически 7 дней, неделю отдыхал. А если мы посмотрим реально, то у него где-то отдых был 10 дней. А 20 он работал. Представляешь, 20 рабочих дней и заработает такую сумму. Смотрим пробег. У него 3705 километров. Видим, что у него часов на линии чуть меньше. Заказов у него тоже чуть меньше. При этом у него средний часовой доход больше. Ну, это объяснимо. Я уже предположил, что он работал только когда коэффициент. Это утром, вечерний коэффициент ловил. И у него получился вот такой заработок. Стоимость среднего заказа у него получилась 603 рубля. Отсюда можно сделать вывод, что очень важно работать в утренние кэфы, вечерние кэфы ловить. И ты сам видишь, как это все отображается на твоем доходе. Откуда столько набралось? А первое место занял гуру такси. Это Андрей. Андрей работает на Toyota Camry. Андрей Викторович работает на Toyota Camry. У него приоритет 28 баллов. Это, конечно, очень большой приоритет. Андрей поддерживает стандарты качества Яндекс. Он очень трепетно относится к рейтингу такси. Андрей Викторович заработал 327 893 рубля. Я же напоминаю, что здесь сумма таксометра отображается неправильно. Я выгружаю специальных отчетов, полную сумму, которую получаю более детально. Получилось, что он заработал 327 893 рубля. Здесь показано 210 часов. На самом деле он был 260 часов 42 минуты. То есть он пахал. Мы видим, что он также отдыхал 13-14 числа. 15-го он мало работал. То есть он, по сути, 4 дня где-то так вот не работал. И мы видим, что Андрей Викторович работал очень-очень плотненько. 1259 рублей час. И это очень-очень неплохо. Мы также можем проанализировать, что все три водителя примерно на одном уровне был доход. По заказам у Андрея Викторовича у него 576 заказов. И я тебе хочу сказать, как так получилось, что на К-плюс заказов выполнено больше. Скорее всего, Андрей Викторович катает мой район. И опять же, он катает, когда горят кэфы. Пробег у него составил меньше. Это 3416 километров. Ну, оно и понятно, потому что это тариф К-плюс. Там всегда должен меньше пробег быть, чем на комфорте. Также мы можем вычесть стоимость среднего заказа. И получается у него 569 рублей стоимость среднего заказа. И для К-плюс это маловато. Но опять же, я тебе говорю, что он, может быть, катал мой район. Из-за этого он выполнил больше заказов, заработал больше. Но при этом стоимость среднего заказа получилась меньше. Мы можем проанализировать всех трех участников. Что у всех примерно одинаково по заработку. А теперь вопрос. Стоит ли покупать машину класса Комфорт Плюс для работы в такси? Или же работать в тарифе Комфорт? Сделай вот вывод. Сохрани эту табличку проанализируем. Напиши в комментариях, как ты думаешь, какая машина подходит лучше для работы в такси. Комфорт или К-плюс? Спасибо, что смотрел до конца. Ставь лайк, давай пиши. Субтитры сделал DimaTorzok